Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Многие из вас обращали внимание, что в терминалах MetaTrader 4 и XStation присутствуют не только валютные пары, но и множество других активов, которые являются не менее привлекательными с точки зрения торговых возможностей. Обычно выделяют несколько основных классов торговых инструментов. И в данном видео мы рассмотрим следующие из них. Commodities, Облигации и Индексы. Например, в компании Amarkets все они представлены в полной мере, так как всего клиентам данной компании доступно более полутора тысяч торговых инструментов. Чтобы отобразить их все, необходимо в терминале MetaTrader 4 нажать правой кнопкой мыши по любой валютной паре в окне «Обзор рынка» и выбрать пункт «Показать все символы». Для удобства восприятия информации в терминале MT4 все инструменты, кроме валютных пар, подсвечены другим цветом. Итак, что же такое Commodities? Так называют биржевые товары, которыми торгуют на организованных рынках. К наиболее активно торгуемым товарам относятся, например, нефть, газ, а также сельскохозяйственные товары, например, кофе, какао, сахар, кукуруза, соя и хлопок. Очень важно учитывать особый режим торгов по этим товарам, который можно посмотреть, нажав правой кнопкой мыши по названию инструмента и выбрав раздел «Спецификация». Помимо этого, на сайте компании в разделе «Трейдинг» «Условия торговли» вы также можете ознакомиться со спецификацией каждого из инструментов. Здесь вы узнаете размерность лота, пункта и минимальное изменение цены, которое может отличаться у разных активов. На цену Commodities оказывают влияние несколько дополнительных факторов. Например, на нефть влияет такой фактор, как сезонность. И данный актив обычно дорожает перед летом, так как в США существенно возрастает спрос на бензин. В свою очередь, сельскохозяйственные товары еще более подвержены влиянию баланса спроса и предложения. Очень важно уделять внимание новостям о погоде и предстоящих урожаях, даже несмотря на то, что производство товаров становится все более технологичным. Также нужно отметить, что по Commodities очень часто наблюдаются направленные трендовые движения, что является отличной характеристикой для трейдеров. Следующая группа активов – это облигации. Облигация представляет собой ценную бумагу, которую выпускают государство либо компании, для привлечения заемного капитала. Держатель облигации получает фиксированный или плавающий процент. Однако облигации являются отличным инструментом для краткосрочных спекуляций. Так как в периоды нестабильности на рынке, все крупные инвесторы перекладывают часть средств из рискованных акций в более надежные облигации. Также нужно отметить очень важную закономерность. Когда ЦБ различных стран повышают ключевую процентную ставку, стоимость облигаций падает. И наоборот. Когда ставки снижаются, как например в последние годы, происходит рост цен на облигации. В терминале компании Amarkets представлены одни из самых надежных облигаций. Это два вида еврооблигаций, 10-летний банд и 20-летний шац, а также американские 10-летние облигации. Мало кто знает, но объем облигаций очень велик, так как большинство активов банков и страховых компаний находятся именно в виде облигаций. И наконец, очень интересная группа активов – это индексы. Индекс – это индикатор состояния рынка ценных бумаг, объединенных общими признаками. Подавляющее большинство индексов построены по географическому признаку. Например, индекс ГЕР-30 в терминале отражает средневзвешенную позицию по 30 крупнейшим компаниям Германии. А USA 500 является аналогом американского индекса S&P 500, который строится на основе поведения цен 500 компаний США. На цены индексов влияет множество факторов. В первую очередь, различные негативные новости могут за считанные часы обрушить стоимость активов. Однако, если рассматривать график на больших таймфреймах, то можно отметить наличие глобального восходящего тренда при наличии регулярно появляющихся коррекций, которые вызваны финансовыми кризисами и прочими трудностями в экономике. Итак, подводя итог данному видео, нужно отметить, что рассмотренные группы активов отлично подходят как для внутридневной торговли, так и для реализации более долгосрочных инвестиционных идей. Помимо этого, они отличаются существенной волатильностью и слабо коррелируют с поведением валютных пар, что позволит чаще находить понятные и эффективные ценовые модели на графике. Надеемся, данное видео станет для вас полезным. До свидания.